О, алё, заходи. Привет. Здорово. Приветствую. Переместись или экран поверни, чтобы другой стороной был, полголовы видать-то. Вправо сместись на весь экран. Да ладно, и так хорошо. Ну ладно, не командуй. Сядь, чтобы не видно было, то одни очки видать. Как дела? Сядь как следующее, чтобы не видно было. Игнатий Тихонович, как дела? Я спрашиваю, ты можешь сесть нормально, разговаривать? Я через ширму разговаривать не буду. Ну ладно, хотя бы так. Так, как дела? Я людям отвечаю так, показываю, когда спрашивают. Я говорю, в эту книгу знаете, если вы по ней живёте, дела идут так. А не верите, не считайте, только вот так. Понятно. Привет, Игнатий Тихонович. У меня вот такой вопрос. Вот в Приморский край переехало много старобрядцев. Да. Ты хотя бы письмо им написал или ни разу? Или не было? От них приезжали к нам люди. Они страшно упорные, Библию вообще не признают. Зачем он им нужен? Да ты что? Библию? А они совершенно не по Евангелию. А вот свои обряды пьют, а нам это не подходит. Подожди, а как же они тогда не по Библии живут-то? Как же они тогда устояли в вере столько лет? В вере устояли, в вере, как им заповедано. Как иконы, какие правила считать. Какие книги? Библии ни одного нету. А у них какая? Какая книга тогда у них? Ну, разные книги бывают. Там есть книга на Черной горы. Есть там свои, как говорится, святцы. Там есть книга, называется Златоусс, а там из Златоуста мало. Другие святые отцы. В кожаном переплете. Иконы должны быть не на бумаге, а только латунные или деревянные. То есть вот эти предрассудки. Ну да. Но а настоящая Библия есть у них? Настоящая Библия? Ни одной пока ни у кого не видал и не слыхал. Даже не слышали. Даже Евангелия ни у кого нету. Да ты что? Ну, я тебе ответил, что я тебе спорить буду? Я родился в этой семье Саробрязческой. Мне ли не знать? Ну да, да, да. Как же они так? Как-то вот так они... А я посмотрел, как они переселялись, там их встречали, там это все такое. Потом землю давали им, там паспорта давали, все такое. Ну это же русские люди. Русские люди. В изгнании были они, в изгнании. Ну ты, наверное, про них все знаешь, конечно. Из Бразилии приехали, из Боливии и еще откуда-то там. А я думал, ты это самое, возгоришь ревностью благовествовать им. Они бы тебя приняли. Они приезжали по Теряевку, и у нас там есть старобрядцы. Моя родная сестра за старобрядцами, у которых священство есть и Библия есть. И они общий язык не нашли. И они сразу уехали. У тебя брат Иаким, он старобрядческий служитель или православный? Православный. Мы официально все признаем, что Московская патриархия. Но все еще мы под регистрацией Русской зарубежной церкви. А, ну понятно. Мы две только общины. На всю Россию две общины такие, которые остались ни с места не извинулись. Ну вот смотри, смотри, вот старобрядцы, это же беспоповцы, правильно? Старобрядчество делится на два крыла. Поповцы и беспоповцы. Которые священство принимают в Белокринитской иерархии, Новозыпковской. У них патриарх Александр есть. А в которой беспоповцы у них больше, чем 50 разных направлений. О-о-о. Они страшно упрямые. Они ни в чем уступить не могут. Даже изображение креста, если Дух Святой изображал в виде голубя. Одни принимают, а другие не принимают. Уже не сойдутся. Ой-ой-ой. Никогда. Они ничего нигде не уступают. Но одинаково все выпивают. А, даже выпивают. Выпивают до упаду. Ага. Слушай, а я думал, ну, так подумал, думаю, прилечу к Игнатию на самолете. И поедем туда, в Приморск, вместе. Это, вот, возьму билет тебе и поедем туда. И будешь там проповедовать. Они не будут слушать. Они сразу же своих предупредят. И ни один не будет слушать. Будешь кому-то проповедовать. Соснам. Соснам. Только соснам. Да. Я их знаю очень и очень хорошо. Они не то, что... Вот что интересно. У нас статья появилась в газете. Это губернская газета. Написано. У злого человека голуби не живут. Так вот я тогда, сестра там находится. Я говорю, ты поспрашивай. Я знаю, какие они свирепые, ненавистные бывают. Ни у одного во всей стране голубей нет. А у меня, я говорю, три голубятни. Ну да. Даже в избе. Понятно. Маленький еще вольер. Игнатий, а сколько тебе лет сейчас? 81-й. Ух ты, а я долго 85. Нет. А, 81-й. Ну ты, значит, моложе нашего Николая, но старше Петра. Да, ну понятно. Старше Петра. Это, подожди-ка, на сколько? На 8 лет. Ага, где-то так. Ну ты, наверное, не помнишь. Вот заметь, какие имена. Николай, Петр, Александр. Это явно люди не церковные так называли. А по церковному, когда по календарю. Вот у меня отец, заметь, Тихон. Старший брат Самуил. Дальше по отцу Амос, Наум. У матери три брата. Макари, Филарет, Эммануил. А это у вас все стандартно. Таких Александров, есть фильм вышел, Антихрист называется. Антихрист под именем Александр. Ну подожди. А в Писании написано, Александр Медник был такой. Ну вот, что это, христианское имя? Медник. Против Павла был. Но язычники. Ну он там, а может быть, он потом обратился. Кто вы знаете? Может быть, обратился, а может быть, превратился. Не в пустословь. Я к тому говорю, что так называли. Вот у меня сестра Марфа. Ну где ты Марфу встретишь? Вот у нас сейчас вещание было все. Он Терентий. А брат у него меньше его. Иеремия. Это идут, где кто родился как. У меня старший брат Самуил. Меньше меня брат Иоаким. Да ты не найдешь нигде этого. Это какие, что потеряли? Мужских имен 750. А из них используют Е233. Везде скудоумие. Ну, у нас, видишь, у нас имен же не дают такого сильного значения, что имена... Сильно. Не надо. Вы хотите жить легко в этом мире, чтобы никто не смеялся над вами. По образу мира всего. Бритые. Ну как по образу? Ты же нашу церковь знаешь. Бреешь-то зачем? Ты посмотри, вот, словарь Ньюстрима. И прям пророки, апостолы. Баптистское издание. Все с бородами. Кому ты скоблец такой нужен? Подкаблучник окаянный. Окаянный. Ты меня оскорбляешь. Оскорбляешь ты сам себя. Ну, ничего. Борода – это не власть. Господь простит. Я знаю, ты что-то писала. Так, это легкомысленно. Да ведь даже в Иерусалим не запустил, пока не вырастут бороды, которые пьешь. Это все блудники только пьют. Не надо. Не надо заливать огонь. Не надо показывать. В рулетке, в чат рулетке все абсолютно пьют. Пытаются блудный огонь и гиенский залить. Каплю на палец, а мочить конец перста. Я вот 18 лет вел занятия в 5 университетах, в 13 школах. И ни разу не позволил поставить на капельную стакан с водой. Это унизительно. Ну, я тебе хочу что сказать, Игнатий. Некоторые люди, которые говорят, когда говорят, у них во рту пересыхает. У некоторых слюновыделение больше – это физиология. И они говорить могут 3 часа. Гитлер, знаешь, поскольку по 4 часа Гитлер лекции вел. Не лекция, а это оратор. Никаких стаканов. Гитлер, пожалуйста. То есть люди разные, люди разные. Это ты сам себя разным-то сделал-то. Кто тебе повелел? Не, но Игнатий. Смиряю, порабощаю тело мое. Проповеду дадим, чтобы самому мне создать и недостойно. Своими слюнями не распорядишься, а учишь. Ну да. Ник Вучич, ни рук, ни ног нету. На весь мир известный. У кого рук нет, нет, нет. Ник Вучич. Ну что, не слыхал? Без рук, без ног у него нету. И по всему миру ездит. За день сейчас его поцелуев, его обняли. 1700 рекорд поставили. Его папу встречают президенты. Он проповедил. Знаешь, Игнатий, я его выступление слышал. Там Иисуса Христа очень мало. Очень мало. Там бизнес. Я тебе сейчас скажу, чтобы ты сильно его не хвалил больше. За один его приезд, внимательно слушай, кто его заказывает, кто его приглашает, за один приезд 100 тысяч долларов. Это много? Хо, это 5 копеек. Много или нет? 100 тысяч. А почему ты не говоришь, что 300 миллионов коллег через него на себя руки не наложили? Поднялись на ноги? Не, я тебе сказал, что, понимаешь, вот Христос, когда ходил благовествовал, ни гроша не взял. Ученики ходили, апостол Павел... Перестань, не надо врать. У Иуда был ящик, он воровал. Ты их в Писании не знаешь. Приложили, что-то просили. Вот смотри, апостол Павел проповедовал, он говорит, я от вас ничего не имел, там написано. Он палатки шил и сам продавал. Но, но, он имел право питаться от благовестия. Он имел право. В Писании так написано. Но это же, Игнатий, питаться. А когда сто тысяч долларов за приезд, это не питаться. Сто тысяч долларов. Это только... Зачем тебе чужие деньги считать? Вот начинают. А у Патриарха яхта. Я говорю, у меня велосипед. У меня две голубятни, а у него ни одной. Кстати, кстати, вот ты сам сказал сейчас. У Патриарха яхта. И одни люди, одни люди засняли, там сзади были оголенные женщины, купались. И Патриарх сидит. И его на фоне на этом сняли фотографии. Охранье это, не верь ты этому. Не расположенный, на тебя брехня это лезет. Чего бы он пошел туда? Его охраняют. Так, чтобы близко не допустили бы. А то к городище попало. А знаешь что? Игнатий, видать этот снимок, видать злые люди выставили, что вот, мол, как он... Нет, он не с ними был. Он вот тут вот сидел с братьями, вот так, вот так с братьями сидел. Да он не сидит никогда с братьями. Что ты городишь, даже слушать противно. Ну, подожди, ну пусть... Он приехал в монастырь и показывает, КГБ охраняет, машин 15, там уже снайперы сидят где-то. А он бы где-то на пляже был. Чего вы городите-то? Патриарх... Не на пляже. Я сказал, на яхте. Да хоть где. Мы его пальца не стоим, огородим себя. Да что ты из него святого-то делаешь? Зачем ты? Я не делаю святого. Бойко, Баптист. А я уважаю его. Азаров, Михаил. Сколько было, которые отделенные были? Так, а мы и есть. А вот мы и есть. Похожие на них-то были бы. Вы разложили все там в Америке. Приехал сюда не кто-то, а Иван Данилович Кушнарчук-то. И рассказывает. И у него взяли 3 тысячи в долг и не отдают. А зачем тебе скоро помирать? Вот молодцы. А, ну-ну. Ну, это обнаглели. Есть обнаглели уже. Да не просто обнаглели. Я с его сыном разговариваю. Николай. Да. Кушнарчук. Вот он тоже бороду отпустил. Видать, ты с ним тоже общаешься. Обязательно. Женщина в платках у него, а у вас распущены, как блудницы. Не, Игнатий, у нас с покрытой головой в собрании. Всегда должна быть покрыта, а не в собрании. Написано. Ну, Игнатий, ну ты же Слово Божие знаешь. Моляющаяся жена. Моляющаяся жена. Ты что, городишь? Она не молится. Пришла на показ, а теперь она не молится. Она везде должна быть в платке, потому что в любой момент ей надо молиться. Ну, Игнатий, мы же говорим, молящаяся жена. Моляющаяся. А если она пошла на базар, она не молящаяся. Она пошла языком. Базарная баба. Да она везде должна быть свидетелем. Вот у нас одна едет в церковь, и одета у нас как два платка, как хиджаб. А смотрит, все время там одна бегает спортсменка. Она их увидела. Прошло какое-то время, она смотрит, говорит, она уже одета и стоит в храме. Одна форма привлекла ее уже к Богу. Не, вообще, вот покрытие, я с тобой согласен. Это хорошо. Я согласен. Вот видишь, ты меня переубедил сразу. Вот. Я согласен. Это очень хорошо. Здесь у нас есть минониты. Минониты. Они еще построже вашим, еще вашим дадут урок, как надо ходить. Не дадут. Строже нет ничего. Нету. Обман. А ты их не видел? А я никто так знаю. Везде. Зайди ко мне, ко мне. А у нас запрещено к себе звать. Вы эту заповедь никогда не выполните. Как запрещено? Как? Да так, очень просто. У нас нигде, никогда, никого к себе не зовут. И 28 лет мы устояли. К себе. В общину. Никогда. Только человек просится, пишет заявление, тогда разрешаем. А почему? Чтобы он вместо христиан карикатуры не увидал. А, он что? Это, ты имеешь в виду, вот, общину в Потеряевке, маленькую вашу, да? Почему маленькую? В городе, одинаково, везде. А мы всех направляем в московскую патриархию. Ну, понятно. Понятно. Да ты как-то, Игнатий Тихонович, ты, это, ты пластинку сменил, я замечаю. Сначала ты, ты сначала был против патриархии. Это было. Это где-то, когда тебя судили, когда тебя судили, когда регент, регент свидетельствовал против тебя, регент православный, у него с глазом что-то было, я не помню, уже какая-то болезнь с глазом у него была. А он там был регентом, в православном, на Никитинской. А ты говорил, что они там все с спортбилетами, ты говорил такие слова. Слово все никогда не говорил, во-первых, это ложь, а во-вторых, мы никогда не отрицали благодатность патриархии. Я вот о чем говорю. И мы под них никогда не пойдем. Мы отдельно, потому что они нас сразу раздали. Но все равно, ты как-то быстро под них склонился. Да где ты, что ты городишь-то? Они сегодня, как лютые волки на меня кидаются. Под них склонился. Где ты это видел? Когда мы их обречаем на каждом шагу. Когда местный митрополит, он с нами в этом вопросе заодно. И он говорит, вы ни один не идете, скоро без патства останетесь. Почему Игнатий Тихонович один тут проповедует, раздает Евангелие? А они наметок зубами скрижещут. У меня не изменилось ни одной молекулы по отношению к ним. Мы говорили, они не отрицаем благодати. Я его признаю за священника. Спортбилетом. Ну, я не знаю, как это спортбилетом двум хозяевам служить, Игнатий. Ну, как это так? Ну, ладно, тебе сказали ты все. Чего тебе спорить-то? Я два слова скажу, ты их вверх ногами. Ну, ладно, ничего. Не будем спорить, не будем. Каяфа Христу, что, друг был? А, говорит, и сказал сие будущим в это время первосвященникам. И убийца Христа, и через него благодать Духа Святого действует. Как это так? Вот и рассудить. А вы трафаретно мыслите. Не, ну, конечно. Я с тобой согласен. И через ослицу Господь действовал. Не только через человека. Это все понятно. Мы же не из тайги вышли. Мы же понимаем всех там. Ну, хорошо. Хорошо. У меня был вопрос. Ты меня перебил, понимаешь. Да я за этих староверов. Я вот сейчас их поглядел. А я вижу, они безграмотные, духовно безграмотные вообще. Вот они разговаривают. Вот что они русский язык сохранили. Это молодцы. Хорошо. Ну, молятся там, двумя перстами крестятся. Это, ну, ладно. Господь судья. А вот, знаешь, это, а вот в Писании что-то слабенькие они. Совсем слабенькие. В Писании, я тебе говорю, ты слушай. Вот говорят, Библию считай, до конца кто-то считает, с ума сойдет. Это их наработка. Как у православных. Бей жидов, спасай Россию. А, ну, 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 да. Да, сложно, сложно, очень сложно. Вот. Да. Да, не сложно. У меня даже есть специальное пособие, как с ними разговаривать. А ты сложно, сложно, и опять спать пошел. Ни поста, ни креста. Вы-то кто перед ними? Ну, ну и как с ними разговаривать? Расскажи в двух словах. Ну, слушай внимательно, в двух словах. В двух словах могу сказать невежда. Ты знаешь, что напоминаешь мне? Историк России Карамзин написал четыре тома. Иссарю решил подарить Александру. Он говорит, знаешь, времени нет на это считать. Скажи кратко, о чем написано? Он поставил и говорит, воруют. Только я вас могу, баптистка, сказать невежды. Вы писание знаете, только написано, а от сути не знаете. Вот. Начинает говорить, говорит, а вы поклоняетесь там, Петру молитесь, то другое, а мы никому не поклоняемся. Петр сказал, я тоже человек. Ваши слова. Я вас облупленных знаю. И что? Я говорю, скажите, а почему мать Соломона, Версавя, пала перед ним лесом на земле, принял? Почему сыны пророческие перед пророком Елисеем поклонились, он принял? И показывает, где поклонились. А почему Петр не принял? Так они то не знают, а надо совместить, чтобы то и другое не противорячило друг другу. А почему? Вот почему. Язычники очень легко боготворили человека, когда видели необычное. Вот Павел проповедует, и там, когда его вернули, и они, это боги в человеческом образе схватили быков, давай в жертву приносить. Он одежду разорвал, говорит, что вы делаете? Боги. Дальше на острове Мелит. Собирал хворост, ехидно повисся на руке, ждали, упадет, а он не упал. И сразу переменили мысль и сказали, Бог в образе человеческом. Теперь смотри, язычники отсюда делают вывод, легко боготворили человека. Это не противоречит. Второе, Корнилий молится, и ему является ангел. А он иерархию знал, выше человека ангел, а выше ангела только Бог. Правильное рассуждение. Но если ангел говорит, позови пред Петра, сам не говорит, значит, есть что-то, с чего ангелу неверенно говорить, то есть благовествовать. А надо Петра было. Почему ангел бы не рассказал все, что Петр так? И когда Петр приходит, у него мнение, то он же язычник, что это Бог. И он поклонился, а внутреннее, и это известно было. И он говорит, не делай сего, я тоже человек. Зачем говорить, когда видно уши, глаза, борода? Я человек. Напрасно ты меня за Бога принимаешь. И вот отсюда нельзя делать никакого другого вывода, кроме как поклонение возможно, но с мыслью, что это не Бог, а человек. Второе. Везде ангелы принимали поклонение. Ангелы. И только один ангел в откровении говорит, не делай сего, я сослужитель тебе. А почему? Тоже не могут объяснить, ни баптисты, ни кто, а почему легкомыслие. В Библии нет противоречий. Если тот ангел принял, а этот не принял, это уже на небе революция. А как? В это время 20 глава. И видел я ангела, шедшего там показывают, ключи ада и смерти. А ключи ада и смерти? А у кого? Это считаем апокалипсис, 1 глава, 17 и 18 стих. А не у Христа. Ключи в церкви он дал Петру, а ада и смерти не дал. И поэтому падший поклонился Иоанн его в мыслях, что это Бог. Он только что сейчас в виде ангела Бог являлся. И он говорит, я сослужитель, ты ошибся. Поэтому такое внутреннее поклонение, что я Бог, я не Бог, взять не могу. Тогда все стало на место. У вас рассуждений никакого нет. Вы так легкомысленно ко всему относитесь. А там эта борода была, ничего не значит. А женщина у сектантов-то, а еретиков-то, вот у нас тут приехал один, 21 тысяча разных ересей. Динаминация конфессия. Нет таких слов. Есть слово верный и неверный. Есть верующий христианин и еретик. Так этими словами конфессия, динаминация, прикрыли слово ересь. Вы даже возьмите любую ересь. В Америке 21 тысяча еретиков, разных по названию. 21 тысяча не многовато ли? А почему? Потому что сам в себе голову. А я христианин. Даже баптистом не называются. То церковь Христа, то называют там благословенное. У нас тут новая жизнь, а новая жизнь в Павловском районе газета называется. Каждый выдумывает и каждый к себе кого-то оттянет. А у Сельдерикёвича не хватало тут. Поэтому мы должны сказать, когда возникла ваша первая община? Ну, баптистом спроси. Не знаешь? Спроси меня. В 1639 году в Роджерсе. Первая на земле баптистская община. А кто? Джон Смит. А кто он такой? Ну, который от англикан в воду залез, на себя руки положил и сам себя крестил. Такого крещения Бог не устанавливал. Он никто. А от него все пошли. А были ли рукоположные от апостольских благодать передать? Не было. А сейчас и епископы. Все обман. Почему другие искали, а вы не хотите найти? А что? Я показал пример. Найдите самых серьезных у вас братьев, которые там старшие пресетера или как называли теперь епископы. А они никто. Наследники Дафана, Верона и Корея из 16-х 20 чисел. Придите. Вам кто не нравится правосадок? Папе Римскому. Не нравится? Григориан Армянам, Копты и Сирисы. Вот пять. Дальше одна ересь. И скажите, вы можете нам рукоположить их в епископы? Два хотя бы было епископа? И вы можете сделать официально всех сделать церковью. Баптисты на это не идут. А про тех мы не знаем. Они не пришли. А я им говорил, что сделать. То есть берите из своей среды рожденных в баптистской семье, которых весь народ уважает, и чтобы он был рукоположенный. От апостольских времен благодать идет. Откуда вы берете? Деяние 8 глава. Если нет рукоположения от апостолов, ничего благодати нету. Так они уверовали. Что я это? Игнатия, я это слышал все. Ты мне уже говорил. Спасибо, что ты напомнил. Значит, это хотел тебе новость сказать. У нас вот прошлую неделю началось с пятницы и до следующей пятницы это значит семь дней у нас в церкви были братские курсы, библейские братские курсы. это означает гемилетика, экзегетика и там что-то еще третья А почему о географии не было? Нет, что-то еще какое-то несколько предметов, не, четыре предмета я не был, это мои дети были, там молодежь, это молодежь обучалась на библейских экскурсах углубленное обучение Слово Божие правильная постановка проповеди правильная беседа в общем обучали молодежь короче вот всю неделю семь дней да? Да ну это почему? Потому что за пять лет не освоишь не, не, ты послушай меня это каждый год у нас так по семь дней каждый год вот сегодня он прошел один урок за семь дней как бы первый курс начинающий как первый класс знаешь АБВГД первый класс следующий год он будет во втором классе следующий год в третьем классе вот так это в нашей церкви у нас были учеников было около 30 человек из разных церквей Атлантического побережья понял да? вот Атлантического побережья церкви ну баптистские церкви конечно нашего братства гонимого братства за имя Христова гонимого вот и вот столько а всего у нас вот гонимого братства всего 42 церкви в Америке 42 ну мало потому что регистрированных больше а нас меньше ну кто вас гонит скажите гонимые братства объясни кого вас гонят сейчас не ну сейчас сейчас не как гуси которые Рим спасли этим густям только головы рубят нет еще живы братья которые сидели гонимые зачем обмануть в Америке нет гонения это еще огородить гонимые братства так себе налепливать ярлыков как на зарубежный чемодан но это это наше знамя знамя и вот ты же ты же ты же вспоминаешь вот своих там святых вот которые у вас были раньше все вы же вспоминаете и мы вспоминаем своих братьев называть этим делом гонимые гонимые ну ты понимаешь это разные вещи вспоминаете говорите о Бойке о Зарве которые знаете но вы никакие не гоните мы многих знаем да там хорев посты не соблюдаете ничего нет гонимые лишний раз в туалет сходить Игнатий Тихонович у нас в церкви установлен пост в пятницу еженедельно еженедельно каждую пятницу а потом тоже мясо трескаете как мусульмане ни едема ни пивема каждую пятницу прошел воскресный день или пятница и сразу же едите мясо в церкви такого никогда не было ну у вас там порядки одни у нас другие вспомни три отрока в Вавилоне что они ели царского стола нет овощи и Господь ими явился они в огне не сгорели а вы горите там непрерывно но Игнатий но это только три только три больше мы не видим ну не надо больше потому что они были в плену от царского рода племени и Бог оставил пример даже один человек ио сармагастрадальный ио один один случай внутри кита а Господь на него и ссылается большего знамения не даст причем тут три три это уже свидетельство при двух или трех свидетелях всякое слово истина Христос показал видение и там гады пресмыкающие и змеи и всякие там все было говорит закали и ешь вот так вот да как слово закали и ешь и речь шла об народах что ты берешь что попало ты говоришь это народности какие бы не были Бог всех принимает нет елена нет иудея закали и ешь ну и ешь что не ешь змею кали там не ешь что покупаете на торгу ешьте без исследования освящается словом освящается словом Божьим и молитвою правильно но к посту то не приравнивай это Христос 40 дней постился Моисей 40 дней почему у вас один день ну значит некоторые братья у нас я говорю тебе за людей вот у вас например был Сергей Радминовский он уходил в пустыню и постился 40 дней 40 ночей так ну наверное воду не было этого вы не знаете о ком говорите подожди Сергей Радминовский уходил в пустынь и постился 40 дней когда он уходил когда у него братьев было полно он работал с топором в руках а он бы куда-то уходил подожди ну я слышал такое мне кто-то рассказал посчитай его заряди в интернете в ехибеде Сергей Радминовский там полная информация я все жития святых это 1173 биографии 12-го я их насчитывал и они в интернете стоят моим голосом что ты споришь ну ладно включу прослушаю я составил книгу это симфония на жития святых вот почему у нас братья постились по 20 суток в тюрьме постились не ели не пили нет пить наверное пили потому что без питья человек не может потерять влагу умрет ну вот смотри почему постились чтобы дух святой ближе был чтобы небо спустилось поближе к нему и он духовные очи открывал и больше видел и больше ему Господь открывал это наши братья это не те которых ты называешь 5 веков назад 20 веков назад а я говорю те которые были 10 лет назад Игнатий 30 лет назад понимаешь вот ты хвалишься такими которые мужи были давнишние а я тебе говорю тех которых я своими очами видел вот тоже братья тоже были воины христовы вот и и ты был в вузах я знаю тоже тоже пострадал за дело божье но там у тебя была половина дела божья а половина там солженицын это маленько там маленько другое вот видишь с тобой поговорил у меня опять пересыхает рот пересыхает не поэтому я тебе сказал во всей рулетке 115 тысяч человек проходят и все до одного пьют пересыхает обмочились в какой рулетке ты говоришь рулетка в какой рулетка где мы встречались чат рулетка есть что-то я не знаю ну там все заходят и беседуют чат рулетка кто с кем знакомится там процентов 90 мусульмане я с ними беседую у меня такие сейчас наработки идут как беседовать с мусульманами вы же еще этого не знают ты зайди на наш сайт ты же не заходишь я кстати это я взял открыл открыл Коран на русском языке ты знаешь вот это это значит вот это значит смотри внимательно да да я вижу вижу я вижу да да и вот слушай я открыл Коран на русском языке в интернете и читаю про Иосифа читаю про Мариам читаю про другое и вот сложилось такое мнение что вот у них был пророк Мухаммед да пророк Мухаммед он был 700 лет после Иисуса Христа 700 лет вот и он взял из Библии а потом написал так что там половина правильно половина немножко по своему написал и вот так вот но Библия это раньше его видишь как получается но он правда там и про Иисуса Христа и кстати знаешь что там было написано вот я не знаю так вот перевод может быть перевод неправильный что как бы Дух Дух Божий послал Марии из облака человека и она зачала как бы Духа Святого послал и она зачала это как бы вот Иисус Христос ну ты понял да о чем я говорю вот это тоже я прочитал про Иосифа история исковеркана там маленько правильно маленько по другому и вот я сейчас с мусульманом беседовал у меня вконтакте есть мусульмане и я ему говорю говорю вот вы называете что у вас религия правильно все а вы половину взяли из Библии и то вот так все перекрыли там ну если уж берете оттуда из старого источника то не меняй ничего пиши как есть а там оно поменено понимаешь и имена поменены и и события некоторые поменены вот так вот так вот слушай внимательно твои ошибки он умер в 632 году основателях религии не 7 столетия 6 по порядку запишу в 632 году он умер их основатель религии в 632 году дальше никакой Библии он в руках не держал он был очень интересный не может быть не может быть а как же он тогда из Библии брал писание остановись не спорь а раз не знаешь глупый и горячий человек который не знает спорит я тебе возвещаю один раз и ты завтра все забудешь слушай я помню Библии не было он на слух брал что говорили поэтому так все перемешано он на слух брал была Тора Тора была раньше еще у него не было ничего это он такая говорит это Тору никто ему в руки может не давал я его историю всю знаю я их спрашиваю скажите с мусульманами я в доме мусульман мулы ночуем я говорю скажите вы знаете что Христос брал оружие в руки или нет меч я говорю нет он Петру сказал вложи меч в ножны а ваш предводитель он совершал битвы они не знают две битвы вроде не две а 72 72 и только две были оборонительные остальное грабили караваны две всего две я их спрашиваю скажите у вас у нас написано Соломон а у вас Сулейман это один и тот же ну да слушайте внимательно а я говорю у нас Авраам а у вас Ибрагим это один и тот же ну да я говорю у нас Давид а у вас Дауд это один и тот же один теперь слушайте у нас в Святой Библии вот она книга которая называется у вас Люди Писания это нас так называет ваша книга Люди Писания это 5 5 сура 47-й 66-й аят запиши себе где про нас я видел я видел вы найти это ты ему не скажешь этого и вот я говорю теперь давай мы посмотрим если у нас один и тот же герой Соломон и Сулейман у нас три книги его Притча Соломона Премудрость Соломона и Экклесиаста и самые такие книги Премудрость называется у вас ни одного предложения от него нету почему если вы его признали пророком почему ни одного предложения ни одной главы нету потому что в руках у него не было теперь Псалтырь 150 псалмов сегодня мусульмане молятся по этой книге это нет хозаветния вы признаете да почему Дауд который дес Давид ни одного псалма в этой книге вот в этой книге не поместил и ни одного стиха не поместил я отвечаю ни одного ни одного у них у него в руках не было никогда Библии он был очень такой любознательный человек он женат был она раза в два старше его купчиха и он ее дела как менеджер исполнял ездил и потом ему там было где-то он говорит падал ревел как осел у него беснование самое настоящее было это все он описывает сам я этой книгой занимаюсь и с ними беседую я не про это говорю говорю о том что 150 псалмов у него ни одной строчки нету этого не может быть дальше Ибрагим и Авраам одно и то же одно что Авраам говорил с фараоном как ни одной строчки нету да у нас почти все одинаково я говорю запиши разночтение у нас 5126 запиши себе разночтение с Библией и с их книгой 5126 расхождений теперь смотри я могу сказать сколько там букв они говорят я говорю вот я 2500 человек мусульман здесь встречаю и ни один эту книгу не прочитал ни один и вот это только один пытался просчитать они полные невежды блуд убийство все главные грехи а кто это делает ложь абсолютная ложь 844 евангелия тяна ваш отец дьявол вы хотите исполнять похоть отца вашего он есть человек убийца от начала везде взрывы все а это не мусульмане а кто кто в Беслане детей сколько погубил кто Нордон захватил взрывы в Германии в разных городах в Испании кто это не христиане не буддисты я им определенно говорю вы признайте что это у вас в крови гексоген под подушкой это взрывчатое вещество теперь разговариваем с ними дальше вы верите что человек возмездия за грех смерть Римлянам 623 мы беседовали ну да но Тичерел попался насильник детей убийца его приговорили к казни его казнят завтра он может спастись ну доброе дело ну какие добрые дела его завтра казнят не знает я говорю а я могу вызвать Иисусе за меня ты страдал и кровь свою пролил страданием на кресте меня ты искупил меня он пролил кровь за меня лично у вас нет спасителя и поэтому никакая религия вам не поможет почему я не трогаю их книгу у себя читаю запомни какими местами писания надо их ставить на место Деяния 4.12 Деяния 4.12 нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись нет другого имени у вас его нет я это говорил да говорил дальше читаем мы первое послание Иоанна и второе всякий дух неисповедующий Христа пришедшего во плоти из духа антихриста то есть вы антихриста по нашим книгам я по своей Иоанна Иоанна сколько да Иоанна 2 там 3 глава и второе послание Иоанна там рядом ты увидишь какие там 5 стих вот такое дальше Галатам 1 глава 8-9 стих если бы мы апостолы или ангел с неба там Джибраил Гавриила так зовут пришел и будет благовестный не то да будет анафема херем проклятие я по своей книге говорю вашу книгу не трогаю я вашу религию не задеваю я проповедую то что мне Бог верил 3.36 евангелия Тана верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную не верующий в Сына Божий не увидит жизнь но гнев Божий пребывает на нем я ставлю их они сразу все выключают и падают я говорю ваша книга говорит о том что человек грешен и возмездие за грех смерть вы запятая дальше написано а дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим времен 6.23 это роковой стихий слушай а Моисей у них кто Муса да Моисей Муса ну я ему много говорил но все же не скажешь что же смотри я говорю у нас Библия она больше вашей книги в 5.6 раза запиши во сколько больше наша Библия больше их книги 5.6 раза 5.6 раза а наш Новый Завет тоже больше вашей книги в 1.16 в 1.16 да я вот смотри Игнатий я вот вы можете просчитать по одному счасту считать что в эту книгу сколько счасток надо ни один не знает я знаю я христианин я говорю 16.5 дней и вы не можете за всю жизнь прочитать у нас если две жены одновременно он развратник его в храм не пустит а у вас 4 официально да какая же это нравственность вы развратители это только это только официально а у них еще есть лево лево-то лево ну теперь один двухсотый брак заключает но ни разу не нарушил он одну выбрасывает берет следующую опять следующую выбрасывает опять берет вот как теперь я говорю смотрите у нас как всякий кто посмотрит на женщину с вожделением в интернете или где уже прелюбодействовал он хотел лезть с ней у вас убил человека святость отрезал перешел мусульманин христианам отрежь голову обязательно а у нас ненавидящий брат и человек убийца уже кровь капает мы настолько разные небо и земля у вас нет понятия о рождении свыше о вождении духом святым 8 глава 9 степени но духа христианого не имеет тот не его они ничего не знают и поэтому я им свидетельствую по библии у меня три слова табу запрет это аллах карам мухаммад я их никогда не произношу я говорю иисус христос спаситель мира он и за вас умер святая библия и бог мой иегова я свидетельство от их имени вот смотри одна мысль такая у меня была у меня давно такая мысль была смотри игнатий вот все таки смотри у нас мы говорим бог значит кто-то говорит евреи говорят как иегова или как евреи называют яхва яхва вот смотри евреи называют яхва да сейчас я дойду яхва это евреи да а на кресте что было написано на кресте четыре буквы какие были они были иисус назарей царь иудейский и да как как иисус и твои назарей царь иудейский и посмотри ну окей ну ладно а то там было еще на другом языке четыре согласные буквы а яговисты гласные добавили и получилось ягова может быть это яхва было может быть я не знаю яговистов не было нигде а в переводе в русском на 200 лет раньше их появления уже написано 8 раз слово иегова не надо да 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 русский перевод в котором баптисты пользуются самый лучший перевод за 2000 лет и что я хотел сказать смотри я что хотел сказать когда иисус христос был на кресте он провозгласил алоэ алоэ лава самохвани алои алои лама самохвани посмотри алои созвучно слово Аллах Бог созвучно я не говорю что точно а как бы созвучно алои понимаешь два раза отец отец для чего ты меня оставил просто я думаю что у них называют они Аллах но это Бог все равно да к примеру допустим так хотя они у них я даже не знаю как они спасутся если у них нет спасителя вот но вот как ты рассмотришь что вот Христос сказал алои алои лава самохвани почему алои боже мой боже мой по-еверески а это по-сирски сказал специально потому что были эти народности этими словами сказано было и без перевода осталось почему алои алои по-сирски означает отец отец отцов вы просто толковать не знаете а у них я так просто ну как говорится голову поломал свою думаю может быть в арабском звучании это звучит Аллах нет никак никакого Аллаха Библия не знает и не признает и поэтому по свойствам это абсолютно не не библии еще раз по свойствам которые они описывают в своей книге Аллах и наш Бог абсолютно разные личности ну да там по-другому там по-другому и причем вот я когда читал да вот читаю одну суру вторую они очень сокращенно в интернете очень сокращенно вот как вот ты показал вот такую толстую книгу там столько не написано понял да там все очень кратко и сокращенно а ты зайди на наш сайт и там увидишь 18 том я посвящаю их книге разбираю по строчкам сравнение с Библией этого никто никогда не делал я могу где ты сказал на моем сайте во свете Библии Игнатий Лак сайт сайт так во свете Библии сайт сайт не просто во свете Библии сайт через гугл зайдешь ну зайду зайду ага во свете Библии мои книги 43 книги открытым оком и 18 том посвящен их книге вот так 18 том вот так и скажи да мне все не надо вот это да вы это можете знаете где найти вы просто в интернете зарядите открытым оком зайдите на мой канал открытым оком во свете Библии с корочкой у них любимый цвет зеленый у меня корочки зеленые евреи любят золото я им посвятил три тома разбирая талмуд сравнение с Библией и историю израильского народа за 3600 лет это я почему с ним надо разговаривать с этим человеком вот потому что ну он мусульманин а жил в такмаке и жил на сахзаводе мы же в такмаке тоже вот мы акуловы жили на сахзаводе я там в школу пошел и вот как бы начал жить ну мы начали там жить вот мы отец-то родился в Сибири а мы-то там же родились и это и мы так разговаривались я говорю так мы земляки говорю с тобой он говорит а я мусульманин а я христианин я верующий ну и вот мы разговаривали я там ему немножко кое-что сказал но ему понравилось что я говорю ему понравилось это вот я говорю смотри у нас в Библии написано отец Авраама Исаака и Иакова у вас это есть он говорит да а у нас Ибрагим это самый первый верующий человек ну вот такие общие черты начал я не знаю как там Ибрагим какая у него там в Коране ну биография я это не знаю я не читал это может быть совсем с нашим Авраамом не совпадает совсем не совпадает дело в отчем у нас у Иеремии пророк Иеремии 3 глава 1 стих он говорит если жена уйдет там развелся и сделается женой мужа другого может ли она вернуться обратно и он говорит иначе вся земля бы развратилась нет а у них наоборот если развелись а теперь сойтись он не может она вернуться пока щей-то женой не побудет а потом так и вернуться это вообще уму непостижимо ну это что-то какой-то бардак какой-то бардак ну не нам судить дело в том что не знаю у них там знаешь Игнать Тихонович у них там какие-то свои обычаи такие есть знаешь не надо говорить все тема закрыта мы уже все сказали надо уметь работать среди них у нас вот приезжают мусульмане принимают крещение работа идет и лучшие христиане получаются ну это хорошо это хорошо слава богу и свят вот евреи все захватили и пресса вся в их руках и деньги банки и средства массовой информации правильно надо бороться надо а как любовью другого оружия не дано нам кто проклинает всеми арама проклят будет кто благословляет благословлен будет а как бороться я говорю вот ко мне привезли евреи баптисты мы познакомились он остался три часа побыл сделался православным сейчас священником пусть через каждого один еврей сделается священником вот у меня допрос допустим не ведет но тоже знакомый следователь то есть воинское звание офицер КГБ он обратился и стал православным священником пусть через каждого священника хотя бы а я мирянин я не священник мы мы ходим благовествовать в Нью-Йорк туда на берег на берег к океану и там много евреев вокруг много и вот они беседовать приходится и все и вот наш пресвитер беседовал они говорят они говорят вы украли у нас Бога так вот говорят а потом знаешь что говорят они очень не любят 51 главу Исаия 53 53 главу да 53 главу Исаия и говорит один даже знаешь что сказал такой он ну разозлился просто ну как бы вышел из себя немножко я бы этот листочек вырвал бы оттуда говорит потому что не подходит она нам вот так сказал но он видать из себя когда говоришь об этой главе они с печалью говорят не будем об этом говорить да да а этот говорит мы ненавидим это место мы не можем это читать это прямо ну были беседы у нас с ними мы там на берегу благовествовали там много евреев да тут всяких всяких помаленько все пока договорились слушай ты мне вопрос задавал о десятине получал материал да я тут много перелистал много перелистал ну ты доволен ну полностью неоткрыто игнать десятину не платишь воруешь вот и недоволен вор святокатис да маленько не додаю не додаю не додаю не маленько почему мне вот смотри слушай я когда первый раз услышал там когда отец был в Латвии что десятина у меня внутри как огонь вспыхнул буду платить девять я прожил жизнь плащу все время девять десятин поэтому всегда на двух трех работах девять из ста рублей заработанных девять на дело Божье а куда вы девали к отделенным баптистам относили а почему у них подпольно писат или Евангелие да когда они разве вам попадут меня не касается Бог знает когда кому дать у нас широкий должен быть взгляд девять десятин проплатил всю жизнь и ни разу не был голодным а ты одну десятину дай и то обворовывайте Бога живого Господь говорит хотя в этом испытайте меня не пролью ли милость если бы ты платил десятину может давно бы православным стал а не вором баптистским да конечно с тобой сложно разговаривать сложно знаешь что я скажу что такое десятина вот некоторые так понимают это сложный вопрос конечно некоторые так сложный перестань брехать брехуны я ушел все на этом достаточно сложный когда Бог повелел вы меня обкрадывайте она мне принадлежит ты убого ее воруешь я же тебе доказал а ты мимо пропустил вор если я если я нищему человек я отошел если я нищему отошел с ворами не разговаривай больше пошел отсюда спасибо